добрый вечер антонина дорогая спасибо что вы спасибо что согласились выйти сейчас поделиться своим опытом потому что мне ваша записка очень заинтересовала потому что вы мне написали в телеграме что вы паническую атаку или страх или какую-то эмоцию встречаете доброжелательно да или как это как как это то есть вы проговаривали я написал я написала так у меня я испытываю какую-то эмоцию окрашенную в негатив например страх обида гнев злость любая и я перестаю с ним бороться я начинаю проговаривать например и я говорю да я признаюсь что я испытываю страх да я боюсь мне страшно боюсь 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 и вот я прямо чувствую когда вот ну в таком состоянии да у меня тело начинает прямо так вот напрягаться и я продолжаю да я боюсь я испытываю страх дам не страшно боюсь 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 раза 35 я это проговариваю и у меня уровень страха начинает спадать могут возникнуть какие-то ситуации в памяти с каким-то человеком или я оказалась какой-то ситуации но я уже на это смотрю вот у меня уровень стресса упал и я уже смотрю а чего я боялась уже совершенно у меня другое восприятие этого ситуации этого человека скажите пожалуйста раньше как вы делали у вас вот эти вот негативные эмоции допустим пришла какая-то эмоция негативная раньше как вы догадались вот так встречать эмоцию ну и разные способы использовала я раньше боролась я раньше пыталась что-то с ее избавиться я раньше что-то там делала вот такие вещи да а здесь вот вот я просто начал не знаю что-то со мной я делаю ключ вот мне это решение пришло после занятия ключа вот ваших приемов которые я не знаю я не могу под этот момент отследить когда я начала просто это проговаривать ответ такой как бы естественным образом вот у меня там задали вопрос такой почему так происходит когда я встречаю как бы благожелательно эмоцию негативную напряжение снижается и потом она пропадает да 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 это очень она знаете я даже не могу сказать что именно она в конкретно какой-то перено переходит в какой-то именно но вот у меня такое ощущение знаете что я заметила тоже я просто наблюдала за собой когда я начнула это практиковать когда я заметила что у меня такое эффект начала это практиковать мне легче стала взаимодействовать с окружающим потому что у вас инструмент появился потому что раньше когда негативные эмоции по это я спрашиваю раньше когда была негативная эмоция или страх вы пытались это преодолеть усилием воли. А теперь у вас есть переходный момент, когда вы просто действие совершаете некое, или мысленное, или так, звуковое, которое помогает вот этот переход сделать. Вы проговариваете, вы говорите, да, я согласна с этим, да, я боюсь, да, мне сейчас страшно. То есть вы проговариваете и этим самым конфликт снимаете. Раньше вы хотели сразу из точки А перейти в точку Б. Усилием воли убрать негативную эмоцию или страх. И у вас из-за этого конфликта внутреннего резко напряжение повышалось, потому что когда мы боремся с чем-то, когда хотим что-то убрать, мы мобилизуемся. Но это же напряжение, это как раз получается, вместо того, чтобы снизить напряжение, вы, наоборот, повышаете. Поэтому многие люди вместо того, чтобы боль, страх, негативную эмоцию, какую-то неприятную мысль, просто принять, это психология принятия, вот обиду какую-то принял, какой-то несчастный случай, но и в религиях же это есть. Это дается как испытание, говорится, ну вот, чтобы люди могли адаптироваться, адаптироваться, то есть приспособиться к этому, а не бороться с этим, потому что когда борешься с этим, напряжение, наоборот, растет. Другая форма снять страх или стресс, другая форма, это слышать подсказки организма, не просто, который подсказывает, проговори это, проговори, выехали с ней эмоцию, проговори, а подсказки тела. Например, хочется подражать, подражи. Подражи. Да, да, да. Просто вот иногда, когда я, например, говорю, мне страшно, тело начинает трястись, и я не сопротивляюсь этому, да, вот этого напряжения на уход, я говорю, да, мне страшно, да, это правда, да, я боюсь. И вот несколько раз, вот раза три, вот мне вот так проговорю, и вы знаете, вот оно просто вот... Снимается. Да, другая логика жизни появляется, потому что теперь понимаем, что и страх возник, у нас есть какие-то инструменты, ключи какие-то. Вот я сейчас всем напомню одну вещь, узелки на память. Например, страх захватил, захватил, ну, где угодно, ну, в коридоре, там, в самолете, извините, в туалете, неважно. И в этот момент вдруг такой страх, ну, что-то может случиться, может, сердце схватило, может, человек попихнулся чем-то, мало ли что бывает. Вот некоторые люди там витамин какой-то едят, застряло, ну, бывает такое. И в этот момент человек цепенеет от страха. И в этот момент надо отпустить, то есть что надо сделать? Дело в том, что если у человека воображение в этот момент разыгрывается, например, стинокардическая боль, оцепенел человек, больно, и начинает думать, на пике этой боли начинает думать, ой, сейчас хуже будет, ой, сейчас умру, и некоторые умирают так. А много людей наоборот, оттуда выскакивали спокойно, совершенно, без всяких проблем. Почему? Потому что на пике напряжения они себе представили в оцепенении, что сейчас все пройдет, сейчас все будет хорошо, все наладится. И пережидали. И через какое-то время раз и отпустило. Отпустило. То есть они не накрутили себя. И вот я хочу показать. Узелкина память называется. Вдруг страх схватил. Можно сразу увеличить это напряжение до пика и через край, например, нажимая на пальчики до боли. То есть страх же – это напряжение. А мы довели, довели до большего напряжения сразу. Ну, где бы этот страх не наступил. На экзамене, ну, неважно где. Перед выступлением. Вот так сразу напряжение страха увеличили. Увеличили. Или ушко нажали до боли. И пусть это отпускает. Потому что мы довели напряжение. Это один вариант. Довели напряжение до пика. И там идет сброс. Вот. А то, что вы говорите, это проговаривание, это соглашение. Самое главное – и здесь конфликта нет. То есть страх, напряжение. Мы его просто довели до пика. И когда мы проговаривали, уже конфликта нет. То есть по существу это разные триггеры, разные входы в состояние, когда отпускает. Я знаете, что вам хочу сказать? Вы такая молодец, что вы согласились вот так вот сказать, потому что сотни, тысячи людей, которые испытывают подобные негативные эмоции, из которых хотят выйти, страхи хотят испытать. Много чего хотят испытать. И самое главное – мне сегодня звонила дама одна. Она интересную вещь рассказала. Она говорит, вы мне как-то помогли, говорит, восстановить мои поэтические способности, потому что я их потеряла после каких-то стрессов. Потом, говорит, я делала вот эти левитационные упражнения. Я, говорит, вам сейчас стихотворение написала, и она написала мне стихотворение, я ее жду, тоже, когда она мне позвонит. Оказывается, она мне так написала. Это стихотворение посвятило нашей встрече той, потому что я после этого восстановила вся способность романсы петь и стихи писать. Почему, говорит? Потому что, говорит, я вдруг почувствовала, когда я делала эти упражнения, это следующий триггер, который таким способом тоже можно снять. Страхи, выйти на состояние нуля. Я, говорит, поняла, что такое состояние нуля. Это состояние безмятежности, это состояние естественности детства. Она, говорит, я сразу вспомнила тогда, что когда я была маленькая, мы жили, говорит, в домике, где садик был, и там были башеньки в этом домике, и там деревья росли, и мы, дети, говорит, там прыгали, бегали, смеялись. Вот это состояние естественное. Потом у меня с возрастом из-за стрессов и из-за всяких забот забылось. А когда я, говорит, делала эти приемы, я вдруг это вспомнила. Я, говорит, поняла, что нулевое состояние это состояние нашей естественности, которое потом пропадает и которое мы пытаемся с помощью этих упражнений получать. За счет чего и снимается стресс, и восстанавливаются наши творческие способности, и решаются многие проблемы. вот я очень жду, когда она появится, это будет, как говорится, к нам в наш пояс мечты. Александр Игоревич, ну вот я тоже, знаете, я свободно позвонила вам через школу вашу, через ваши приемы применяя, вот слушая вас, применяя, делая, и вот то, что я поделилась, я свободно вышла и рассказывая об этом. тоже ваша заслуга, ну ваша... Я вам очень благодарен, во-первых, женщин... Еще я могу еще добавить один момент, это тоже поделиться с собственным... Да-да-да, спасибо вам. И собственного опыта. Вы такие говорите, но я говорю, что женщины... Хозай Магомедович, еще... А не береги, не наши, когда я женщину... Поделиться тоже еще хочу. Я вам комплимент делаю, и вы мне комплимент делаете. Это очень хорошо... Могу говорить? Да, конечно. Говорить могу? Да. Давайте. Связь там немножко, барахлит связь. А сейчас нормально можно? Нормально. Еще тоже хотела момент поделиться. Ну вот тоже, собственно, опыта. Важно не только негативное, вот до сброс происходит негативных эмоций, падает напряжение, и важно проговаривать то, что я чувствую. Например, я рада вас видеть, я рада вас слышать. Вы знаете, это тоже очень важно проговаривать, не только снимать, ну, проговаривая негативные эмоции, но и положительные эмоции. Это тоже очень важно проговаривать то, что я чувствую. Вы такая умница, вы уже профессор, я вам скажу. Дело в том же, я однажды открытие такое сделал, методическое. Мне было очень плохо. Я ходил по комнате и нажимал вот эти, эти самые пачки, узелки на память, я так называю. И когда чуть-чуть немножко напряжение снизилось, я стал проговаривать вот так. Я стал говорить, да, мне плохо, да, что же мне делать, да, как же мне жить, да, все плохо. Стал всю что в голову приходит выпускать через проговаривание. И потом ходил, ходил, смотрю, через 3-4 минуты я сел, у меня такое настроение прекрасное, такое свободное состояние. Да, проговаривание, проговаривание, проговаривание. Положительных эмоций проговаривания и негативных. И негативных. А что бывает, когда вы положительные проговариваете? Ну вот, что я проговариваю, вот я, например, я рада, у меня, ну вот, искренне я, когда проговариваю, например, я рада тебя видеть, да, вот, мне нравится, как ты выглядишь, мне нравится там твой цвет волос, ну что-то там, да, искренне, когда я что-то проговариваю, вы знаете, очень легкое общение происходит, оно без всякого напряжения. того, что нету конфликта внутри. Не надо притворяться к кем-то. Не надо притворяться к кем-то, что там, или показаться к кем-то. Оно так и естественное. А вы знаете? оно очень естественное происходит. Да, когда человек... И чувство, наверное, благодарности вообще, вот как-то оно возникает, чувство благодарности к жизни. Ну, не знаю, начинаешь вот просто быть... Я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, когда человек внутренний искренний. У него конфликта нет. Да, ну, не всем же ты можешь искренне говорить, что у тебя в голове. Ну, и не надо. Но, когда говоришь, говоришь искренне. Вот это удивительно. На этом же, собственно говоря, построен детектор лжи. Детектор же на этом построен. Человеку задают вопрос, а детектор определяет, у него напряжение растет или нет. То есть, если у него напряжение растет, меняется сопротивление кожи, потоотделение происходит определенное, там потенциалы всякие, датчики здесь стоят. И вот он, когда отвечает на вопрос, если он искренний, у него нет конфликта, и поэтому нет напряжения. А когда он должен что-то придумать, что-то соврать или еще чего-то, напряжение же нужно, чтобы он сопоставил несопоставимые вещи, возникает конфликт, и сразу датчик регистрирует детектор лжи. А у нас этим датчиком является сердце. В принципе, совесть. Поэтому, когда человек, когда он что-то сделает не так, как по совести, он потом плохо спит, потому что у него там что-то не так работает. Поэтому во всех религиях, я сейчас не о религиях говорю, я в принципе говорю, что там тоже это сказано, что совесть главная. Толстой Лев Николаевич, который я очень люблю, Толстой, он говорил, компасом жизни является совесть. А у меня был парень знакомый, бизнесмен, очень крутой бизнесмен, он говорит, знаете, как я, говорит, решаю свои проблемы. Так, я, говорит, делаю вашу Алтай-Болтай разгрузку, и вот у меня вопрос, говорит, стоит какой-то, я его через сердце пропускаю. Вот я, говорит, придумаю разные варианты, разные проекты, вот так поступить, так поступить, так поступить, и когда у меня, говорит, во время Алтай-Болтая через сердце проходит без напряжения, принимается, значит, проект правильный. Вот и дело, правда же, да, а другое дело, Алтай-Болтай, а другому хочется через лыжник, то есть надо подобрать то действие, которое легко делается, повторять его, и проект внутри головы представлять, и посмотреть, принимает, не принимает. Вот я еще, положительные эмоции, это, я поняла, что это как бы самовыражение меня, вот когда я проговариваю эмоции, да, это мое самовыражение, я могу не только ведь с людьми это проговаривать, я где-то гуляю, я смотрю на солнце, на заходы, заход солнца, восход, на природу, и я проговариваю свои чувства, это выражение меня, то есть вот самой себя, да, вот в мире так, да. Да, то есть существование, естественное, как ребенок. то есть вот я же вижу, и это вот не надо, я раньше сдерживала, вот красиво, да, вот я прямо восторг смотрю, восторг чувствую, а зачем это закрывать в себе, вот это чувство, его нужно проговорить, да, испытывая восторг, это самовыражение, я так понимаю. От культуры зависит, вот есть такие сообщества, или страны целые, или деревни, или города, в которых не принято, в которых не принято делиться эмоциями, в которых не принято говорить, ой, как я рад, не принято, а принято быть более закрытым, более серьезным, чтобы дураком не казаться, а есть дооборот деревни, в которых все открытые, они там собираются на гармошке, играют, песни поют, поэтому они более здоровые, меньше водку пьют. Короче говоря, очень много интересного в этом, когда действия согласованы с состоянием, и когда не согласованы, а ключ как раз таки, это принцип подбора действий, которые согласованы, согласованы, это очень полезная штука, я просто вам очень благодарен, очень благодарен, потому что вы такую полезную вещь сейчас людям рассказали, и вместе с этим меня включили, видите, сколько я болтаю, видите, потому что хочется поделиться, потому что вы попали в больную точку, да. Ну вот еще тоже, я поделюсь тоже из собственного опыта, вот когда у меня возникает негатив, эмоции негативного, страха или там что-то, да, я прекрасно понимаю, что это такое, что значит это, это у меня ложные мысли, то есть, то есть это, это индикатор, еще раз, индикатор, ну, например, страх, я испытываю страх, я понимаю, что страх, это индикатор ложных мыслей, вот как это вы объясняете, ложные мысли, то есть вы не так думаете, или не так подумали, вот какой-то, ну, не знаю, вот, например, страх у меня возник, и я понимаю, что за этим страхом, какие мысли стоят, я себе задаю вопрос, я уже понимаю, что это ложные мысли, я задаю себе вопрос, что стоит, какие мысли стоят за этим страхом, и там, например, что мир несправедлив, мир враждеб, ну, например, я отмутрирую, мир враждеб, это ложные мысли, это индикатор, вот мои вот эти эмоции, это индикатор моих ложных мыслей, Я их исследую. Ну как, ты понимаешь, в чем ты сидишь ментально, да? Да, это касается психологии. А бывает страх из-за физиологии. Например, человек сутками не спал, пять суток дежурил. Да, это уже... Вода поменялась. Инвентально, конечно, все. У него сосуды спазмировали, тоже может быть страх. Поэтому проблема страха может быть психологическая. Которое вы сейчас говорите. И напряжение психологическое, которое вы можете так снимать. И физиологическая проблема. Физиологическая проблема. Вот у нас будет вебинар. В воскресенье будет 1 декабря. 1 декабря будет 20 часов. Там Олен будет показывать, мой сынок, психолог, вот эти точки. Физиологическую проблему как снимать. Чтобы сосудики нормально работали. Надо, чтобы голова была ясная. Надо, чтобы и физиологические, и психологические процессы были согласованы. Да. И там точки можно добавлять. Вот я эти сказал, он покажет. Вот эти точки. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарен. Благодарен. Видите, я не стесняюсь, как мужчина, говорить так, что я вам очень благодарен. Мне очень тронуло, что вы мне сказали, что я такой молодец. Это мне очень приятно, потому что мы же люди, мы по-человечески общаемся. Как раз таки мы все давно соскучились по нормальному человеческому общению. И вам спасибо огромное. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всем будет польза от нашего разговора. Да. Ну, надеюсь, да. Надеюсь. Вот увидите, вот увидите, сколько вам будет там благодарности. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. До свидания.